Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мне очень хочется обсудить с вами некоторые интересные вещи. На мой взгляд, это очень интересные вещи. Я хочу поговорить с вами о мире и о том, насколько о нашем мире. Добрый день, здравствуйте, Светлана. Хочу поговорить с вами о том, на сколько лет существует наш мир, на сколько лет он создан, задуман Всевышним. Когда-то в Советской России, я училась в Советской России, в школе нам рассказывали о больших каких-то числах, о миллиардах лет, сколько наш мир существует. И я реально была уверена, что так и только так, да, этот мир, этот мир есть, да. Всякие там раскопки, динозавры, кости и так далее. Я уверена, что именно так наш мир создан и так он развивается. После этого, когда я чуть-чуть повзрослела, я слышала много разных цифр. Как вы думаете, на сколько лет создан наш мир? Тот, кто знает или считает, что он знает, я буду рада, чтобы он нам сказал это, мы поделимся нашим мнением, потому что понятно, что сколько евреев, столько мнений, да. Сколько же лет нашему миру и на сколько лет он создан? Мне не один раз встречались такие люди, для которых датировка возраста мира оказывалась чуть ли не главным камнем претокновения восприятия достоверности тары. Во всяком случае, устная тара сохранила предание о том, что мир сотворен совершенным и взрослым, наподобие того, как первый человек был сотворен двадцатилетним. Первый человек, когда пришел в этот мир, был сотворен всевышним, он был сотворен двадцатилетним. Сегодня бы мне хотелось начать урок уже с самых первых минут. То есть не то, что рассказать сначала какую-то сипур, какую-то агану, а потом уже входить в эту тему. Нет, я хочу, чтобы мы реально вошли в этот урок. И те, кто последовательно будут прослушивать этот урок, я думаю, что смогут понять материал. Ну и, соответственно, мы всегда понимаем что-то для того, чтобы в себе что-то исправлять, самим себе помочь или помочь просто этому миру. И так я лично слышала, уже будучи религиозным человеком, и даже сама не раз про это говорила, о том, что наш мир создан так же, как и создана неделя. Шесть дней мы работаем, на седьмой отдыхаем. Так же то же самое и тут. Шесть тысячелетий – это наша работа. На седьмое тысячелетие – это ган-эдох, ну, ган-эден. Для тех, кому он, конечно, положен. И в той степени, в какой он положен, потому что мы знаем, что в ган-эдене даже есть разные ступени, разные, как бы ган-эден делятся на разные подразделения, на разные миры. И каждый идет, поступает после того, как закончил работу в этом мире, его душа поступает туда, куда ей положено. Да, помните, в советское время говорили, кто не работает, тот не ест. Да, так и мы можем сказать, что кто не работал на специально отведенной для него всевышнем работе, да, тот и не может на специальном отдыхе спецкласса отдыхать, да, то есть он не попадает в класс ВИП. Вам интересно, что же это за отдых? Мне тоже интересно, что же это за отдых, куда мы попадем. Но вот дни Машиха, да, потому что 6 тысяч лет мы работаем, потом, мы говорим, начинаются дни Машиха, потом ган-эден, седьмое тысячелетие. Седьмое тысячелетие называется ган-эден. Вот эти дни Машиха, они не являются целью сами по себе, то есть наградой вот за выполнение торы и заповедей. То есть дни Машиха – это будут дни подготовки к миру, когда будет получена награда. Да, то есть мы говорили, 6 тысяч лет мы работаем. Рэбби говорит, что у нас чуть-чуть осталось до конца 6-го тысячелетия. Рэбби говорит, что как мы зажигаем свечи, то же самое, мы можем раньше приблизить это седьмое тысячелетие. И, конечно, мы надеемся, что Машиха придет сейчас. Рамхаль говорил такую вещь. 6 тысяч лет Всевышняя Мудрость ограничила человеческое служение и стремление к совершенству. Но потом обновится мир, да, и будет в новом виде, и подобающему тому, что будет происходить в нем после того. Но до того, как пройдут эти 6 тысяч лет, Всевышний обязывает свой избранный народ служить ему в совершенстве. Для того, чтобы потом нам же, своему народу, да, сделать вот эту вечную жизнь, вечное дело сладким. И средство перехода из одного в мир в другое для нас будет этот царь Машиха. И в его время и с его помощью будет исправлен наш народ. Да, а после того, как будет исправлен наш народ, будет исправлено все творение. Имеется в виду и другие народы, и животные, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, там, знаете, говорится, что овечка будет вместе с волком, и так далее, и так далее. Говорится, что когда Всевышний с самого начала создал мир, до того, как еще произошел грех первого человека, то такие овечки с волками были вместе, потому что не было, в принципе, изначально такой вещи, как Ецар-горы в этом мире, плохого начала. Не было такого желания одного животного ругаться с другим животным, да, или кушать другого животного совершенно. То есть все животные изначально были травоядные. И только когда в этот мир пришел Ецарара, Ецарара, соответственно, начало этих животных изменилось. Так вот, когда придет Машия, мир вернется в то самое состояние, которое было, когда только что был сотворен мир, и, соответственно, не будет желания, он будет исправленным, да, и не только люди будут исправлены, также у них не будет плохих, так сказать, желаний, также и животные, и весь мир абсолютно, да, Полность, зло полностью исчезнет. А наоборот, в отношении человеческой души останется склонность только добру. Написано, что высшая цель, да, в том, что заповеди, которые мы выполняем, они очистили нас, чтобы мы стали пригодными к воскрешению из мертвых. И несмотря на то, что склонности ко злу уже не будет, тем не менее заповеди мы будем при Машиихе жить, соблюдая заповеди, это будет мир, говорится, такой же, как сейчас, но зло уйдет. Вот, то есть, это будет совершенно, мы ходим на работу, мы живем в тех же самых домах, в квартирах, то есть не произойдет что-то, вау, да, подняли палочку, мир изменился. Нет, нет, да, у нас будут заповеди, заповеди будут нас очищать, но надо понять, что в то, что мы выполняем заповедей, тут нет вот понятий награды, да, есть просто природа заповеди. И Рамхаль объясняет, что если бы целью творения было исключительно награждение праведников или наказание грешников, тогда человеческая жизнь или цикл человеческой жизни, да, наказание возрождения мог бы продолжаться снова и быть практически вечно. Да, сделал хорошее, ура, получил подарок, сделал плохое, наказан и так далее. И тогда не было никакой вообще необходимости приводить этот мир и вообще весь этот процесс жизненный, который тут происходит, к некому какому-то завершению, делая этот мир, в принципе, конечным. Да, и не надо было бы переходить к временам Машиха. И надо понимать, что мы все, и наши праведники, и мудрецы, и пророки, да, они не ради того стремятся, чтобы пришел Маших, для того чтобы мы властвовали над всем миром, потому что написано, да, что евреи приведут Маших в этот мир, и они будут как бы главным орудием Всевышнего, который устанавливает тут справедливость, совершенство, да, и поэтому написано, что мы тут не для того, чтобы повелевать идолопоклонниками, да, кто-то может сказать, евреи тут хотят там, я не знаю, храмовую гору, чтобы повелевать этим, или хотят это, чтобы, нет, мы тут не для этого и не ради того, чтобы нас превозносили, не знаю, другие народы, народы миров, и не ради того, чтобы мы пили и веселились, пришел Маших, ура, поем, веселимся, все прекрасно, только сидим постоянно за накрытыми столами, да, нет, а ради того, чтобы мы, евреи, могли свободно заниматься второй и мудростью, чтобы у нас не было никаких притеснений, не было никаких помехов, никто бы не кричал, вот эти религиозные сидят у нас на шее, да, и в результате, чтобы своим поведением действительно мы удостоились доли в будущем мире. Мы знаем, что, конечно, во времена Маших увеличится добро со всех сторон, и зло полностью исчезнет, как в том, что касается и души, так и во всем материальном, да, и написано, что наше сердце, которое сейчас считается сердцем из камня, оно станет сердцем из плоти, то есть пересилит в людях склонность к злу, мы перестанем тянуться к материальности вообще, вообще полностью, да, и будем только полностью склонны к служению Всевышнему, к учению цары. Ну, слышится прекрасно, замечательно, правильно, да, все, казалось бы, разложено по полочкам, красиво все, что меня лично все это устраивало достаточно долго. Но тут совершенно недавно, в Торе, читаем Тору в шаббат, и вдруг всплывает такое понятие, как ювель. Знаете ли вы, что такое ювель, да? Сказано, и осветите 50-й год, и восклосите свободу на земле всем ее обитателям. Ювель связан с таким понятием, как бина, постижение, да, с уровнем души, на котором божественный свет раскрывается совершенно явственным образом. И называется это, бина обладает таким аспектом, который называется миром освобождения. Что это за мир освобождения? Речь идет об освобождении от всего мешающего восприятию божественного света. А про ювель вообще сказано, и возгласите свободу на земле. Это та самая действующая модель того, что ждет весь мир и еврейский народ в частности, когда исполнится пророчество, идув нечистоты, удалю с земли. И так говорил пророк Захария. Сегодня мы с вами находимся в 49-м дне подсчета Омера. Я думаю, что все вы знаете, и вы многие знаете во всяком случае, что такое сферата Омер. Это устный подсчет 49 дней между праздником Песох и Шивот. Отсчет Омера обычно начинается на второй день Песоха и завершается в день перед праздником Шивот, то есть 50-м днем. И давайте сейчас постараемся сосредоточиться и понять действительно, что вот уже второй раз, когда мы слышим 50, ювель – это 50-й год, праздник Шивот на 50-й день, а до этого 7 раз по 7 каждый седьмой год или каждый день там шаббат. Или, как я упомянула раньше, у нас есть понятие 7 тысяч лет. Интересно, что написано до того, как закончатся эти 6 тысяч лет, да, необходимо, чтобы существовал этот избранный народ в своем состоянии совершенства, чтобы можно было затем перевести это все в вечное состояние. И именно об этом дано нам обещание, обещание, упоминание, обещание, что в любом случае это будет так. Хорошей дорогой мы пойдем, плохой дорогой – это будет именно так. Средством же для этого, как мы знаем, будет потомок Давида, который Всевышний, так сказать, даст нам царь Машея, как я уже упоминала. И так вроде все точно и понятно. 7 тысяч лет – и мир заканчивается, становится вечный Ган-Эден, и души наслаждаются себе всем прекрасным. Но, как я вам сказала, буквально вот две недели назад в Туре, когда мы открыли недельную главу в Шаббат, я вдруг нахожу в обсуждении Ювеля такое утверждение «В конце времен». Слушайте, пожалуйста, внимательно тот, кому действительно интересно про то, насколько, на какое время существует этот мир. Итак, написано «В конце времен, после семи циклов по семи тысяч лет, когда миру исполнится сорок девять тысяч лет, все поколения будут приведены к своей первопричине». И так говорит, так написано в Туре, так говорит Робейну Пхая. Тот, кто хочет посмотреть, поискать, это написанного икра 25 на 10. Вот я вижу, что мне тут Виктор написал, что «Согласно Синайскому завету народ Израиля обязался быть священником и всему народу». Да, ответ, конечно, «Да». Но сейчас мы говорим про нечто уже более, да, то есть однозначно. Евреи – это священники всем народам. Но я хочу, чтобы мы остановились и поняли то, что я сейчас сказала. Получается, сорок девять тысяч лет написано в Туре, что будет существовать наш мир. Сорок девять тысяч лет, а не семь тысяч, да? Мы же только что сказали, что шесть тысяч лет мы работаем. Начинается седьмое тысячелетие, сплошной Ганнеден, все прекрасно. И тут же нет, я вижу, в Туре написано «Нет, все не так». Сорок девять тысяч лет. Кстати, сегодня у нас с вами сорок девятый день счета Омера. И мы знаем, что у каждого дня есть особая сила. И каждый день нам дает возможность исправить какие-то свои качества, исправить весь мир. В предисловии книги Берешит Рамбан указывает, что единственными воротами познания, которые не были открыты Маше Робейну, являются пятидесятые ворота. Что это за пятидесятые ворота? Это ворота постижения самого Творца. По определению морали из Праги, на пятидесятом уровне познания постигается единство всего сущего. И Медраж поясняет, что так же, как после семи семилетних циклов наступает Ювель. Мы говорили только что, что есть такое понятие, как Ювель. И так же, то же самое, после семи циклов по семь тысяч лет наступает такой год, такое время, которое называется Великий Ювель, который завершит этот год, этот Великий Ювель, пожалуйста, внимательно слушайте, завершит полностью историю сотворения Вселенной. То есть, опять же, сорок дней между Песохом и Шиболки, и сорок дней, сорок девять лет от одного Ювеля до другого, и сорок девять врат познания, открытых Всевышним для Маше, указывают нам на определенную тайну со сроком существования этого мира, со сроком существования Вселенной. И завершение, как я вам сказала, истории – это Великий Ювель, который соответствует вратам неоткрытым Маше, которые не открыли пятидесятым вратам. Интересно, что в субботнее тысячелетие, то есть каждое седьмое тысячелетие, и в Великий Ювель, в пятидесятое тысячелетие, сотворенная Всевышним Вселенная, она возвращается назад к своему духовному корню. И все, что существует в этом мире, да, то есть, которое, можно сказать, ешь, есть существующее тут, оно обращается в небытие. Эй, нет, да? Но если в субботнее тысячелетие перестает существовать лишь материальный мир, то в Великий Ювель прекратится существование индивидуального сознания, то есть душ и ангелов, и все возвратится к Всевышнему. Так написано в таре, задуманное Всевышним достигнет своей цели. И это и есть пятидесятое познание, пятидесятые врата познания, те, в которые не дано было войти Маше, познать Маше. Из всего того, что я сказала, какие вопросы у нас напрашиваются? Я думаю, что вопросов напрашивается много. Да, во всяком случае, у меня лично сразу много вопросов пришло. Что будет с нашими душами? Да, сегодня мы знаем, что мы, там, умерли наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Мы читаем за них, там, искор, да, читаем кадиш, читаем молитвы, совершаем некие поступки. И тут наверху мы помогаем их, исправляем их состояние. Мы знаем, наверху там есть некий такой ганеданг, геном, да, разные какие-то вещи. Знаем, что души побыли в этом мире и ушли в тот мир, да. Кто-то пришел с Гиргулем назад, кто-то не пришел, кто-то вернулся, кто-то чего-то ждет. И вот, что будет, что здесь написано, что мы с вами сейчас прочитали. 50 тысяч лет весь мир уничтожается. Что значит уничтожается? Все, что было, пропадает. Не пропадает, нет, оно не пропадает. Оно из еш становится эйн. Оно было, его не будет. Что значит его не будет? Это значит, что мы знаем, что в каждом из нас, в каждом из нас есть частичка, искорка Всевышнего. На 50-м тысячелетии не будет ни ангелов, ни душ в этом мире. Будет один только Всевышний. Один только Всевышний. А мы, наши души, что с нами, где? Нет уже ганедана, нет генома, нет ничего. Где мы будем? Чем мы будем? А мы, наши частички, мы присоединимся к Всевышнему. Те из наших частичек, которые достойны, они станут, кем мы станем? Мы станем частью Всевышнего. Сейчас мы тут рассеяны и находимся в этих телах. А потом, на 50-м тысячелетии, наши души вернутся и станут частью Всевышнего. Потрясающе. Каждый из нас может сказать, окей, я стану Всевышним. Вау! Вопрос, который еще один вопрос потрясающий. Написано 49 тысяч лет. Семь раз по семь. Подождите, у нас есть одна Тора. В Торе написано, тогда-то было сотворено, то-то было сотворено, тогда-то родился этот, тогда-то родился тот. А что с этим? Что каждые семь тысяч Новая Тора? Мы же не говорим, что Тора одна. Это некий закон на этот мир. Теперь, как вы думаете, как вы думаете, что будет? Где, когда, как проходят эти 49 тысяч лет? В каком из тысячи, в каком из семи, да, где мы по счету находимся в первом семи тысячелетии или во втором, или в последнем, где мы с вами находимся? Кто-то может мне сказать? У кого-то есть какие-то идеи? Так вот, я слышала, что есть такая потрясающая, интересная вещь. Наш мир – это как спираль, да? То есть мы действительно мир сотворен на 49, тем не менее на 7 тысяч лет. Та же самая Тора, тот же самый Адам, все то же самое, все абсолютно то же самое. Но что происходит? Наши поступки могут нас перекидывать из одного мира в другой. Эти 7 тысяч лет, они идут как спирали, да, то есть в разных измерениях. Все эти наши миры находятся в разных измерениях. Знаете, читать Тору – это потрясающе. Ты читаешь какую-то, скажешь, вау, самая какая-то фантастика, которую, я не знаю, даже придумать все настолько, это настолько невозможно, это настолько невероятно, это настолько интересно. В каком 7 тысячелетии мы находимся, это практически неважно, потому что Великий Ювель и время, когда придет Машия, да, и вот это 7 тысячелетие, это на самом деле будет одно и то же время. Да, то есть мы проживем наше 7 тысячелетие, наш Шаббат, каждая душа получит то, что ей положено, и после этого все наши искорки, нашей души вернутся к Всевышнему. Поэтому я желаю каждому из вас, вот сейчас на 50-й день, это всего лишь 50-й день, день получения Торы, да, это не Великий Ювель, тем не менее, это потрясающий день, такого не было нигде и никогда. Ни один народ не может сказать, что в его народе где-то записано, что что-то такое подобное было. «Сам Всевышний пришел, спустился к нам в наш мир». Наши души-искорки, они все равно с ним, они знают Тору даже без того, что им эту Тору спустят сюда, даже без того, что эту Тору им дали бы, да, поскольку мы являемся частью Всевышнего, искорками от Него, нашим душам Тора не нужна. Кому нужна Тора? Тора нужна нашим телам. Тора – это некий закон того, как нашему телу правильно существовать в этом мире. И вот Всевышний спускается к нам. Ни один народ не может сказать такое, что 600 тысяч, миллионы, это знаете как, 600 тысяч мужчин вместе стояли и слышали голос Всевышний, который без какого-либо эха, без чего-либо говорил, да, давал нам заповеди. Такого больше нигде не было. Всевышний хочет в этот день что-то, хотел дать нам в этот день что-то потрясающее. То, что души его – это души, это понятно. Он хотел, чтобы мы всем этим телом начали служить. Что даже наше тело, да, оно создано им, но он хочет, чтобы мы сами хотели наше тело привести для работы Всевышнего. И я надеюсь, что мы завтра вечером примем праздник Шивот с большой радостью, поймем, как это важно для нас, для Всевышнего и для нас. Мы понимаем практически, что это одно и то же теперь, да, чтобы мы тут, в нашем мире, в наше время исполняли то, что он от нас хочет. Всем радостное приятие, принятие Тары, Босимха и Бопнимию. Бопнимию внутри, внутрь, да, с радостью мы принимаем в себя эти заповеди. Эти заповеди входят в нас. Всего вам хорошего, хорошего праздника. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok